Рефери в клетке очень убедителен. После его слов нарушать правила не хочется вообще никогда. Безусловно. Только соглашусь с тобой. Так давайте смотреть. Первый раунд. Очень активное начало. И посмотри, как по-тайски защищался сейчас боец из клуба «Ахмат» от перевода. И сразу же борьба переходит в партер. И мне кажется, сейчас будет попытка выполнить рычаг локтя. Так и есть. Самый короткий бой сегодняшнего вечера. А тем временем у Имрана Жулагова уже четыре победы. Да, интересно, все ли из них досрочные. Очень жестко выполнил болевой прием. Рычаг локтя Имран Жулага. Хочется верить, что Анзор Кибишев никаких повреждений не получил, но действительно... Он вовремя сориентировался. Лучше сдаваться. Да, он сдавался, да. Но действительно, мы знаем, что на тренировках подобные болевые приемы делаются плавно. Без каких-либо рывков. Специально, чтобы сохранить здоровье своему партнеру. Но здесь не тренировка. Здесь нормальные поединки. Здесь все сражаются за победу. Поэтому прием был выполнен. Но достаточно жестко. Роман, я знаю некоторые залы, в которых даже на тренировках спортсмены отрабатывают так, как будто это в последний раз, как будто это вот сейчас, здесь происходит чемпионат мира. Может быть, они друг другу денег должны бросать? Нет, это просто характер бойцов. Так принято. Да, да, да. Майка по сцене нам еще раз показывают. Друзья, легендарный тренер присутствует в зале. Колизей Холла. В этом бою. Действительно, этот спорт, этот человек у нас учитывал огромное количество чемпионов по киевам. Кстати, хочу тебе сказать, сейчас ринг-анонсор объявит победителя. Продолжим. Шулагов. Больцовский клуб Охмак. Чеченская республика. Так вот, Роман, в голландских залах, я, правда, сам там никогда не тренировался, но я знаю от ребят, которые там бывали. В голландских залах принято тренироваться. Я имею в виду кикбоксинг, тайский бокс. Так, как будто вот и делешься в последний раз. Очень жестко тренировки происходят именно в голландских залах.